МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они без намордников, без поводков. Они, вот знаете, что на детской площадке делают? Они выгуливают, они вычасывают, их стоят. Дети приходят играть, им негде играть. Накопившиеся проблемы удалось обсудить на сходе граждан, организованным накануне. К самым активным жильцам улиц Минаевой 12 сентября приехал губернатор Сергей Морозов, чтобы вместе решить, как именно должно выглядеть незаменимое место отдыха. Я вижу эту территорию своеобразным парком. У нас не так много парков. Куда они сейчас отсюда пойдут, в какой парк? Да сейчас детям вообще ходить нет. Значит, в Виновскую рощу далеко, в парк Победы далеко. В этом году благодаря неравнодушным ульяновцам дело о благоустройстве аллеи все-таки сдвинулось с мертвой точки. Минувшей зимой заинтересованные люди проголосовали за реконструкцию этого объекта по программе формирования комфортной городской среды. Старания архитекторов и жителей центра города не остались незамеченными. Лучший дизайн-проект будет воплощен в жизнь в течение нескольких лет. Конечно, работы будут до 2022 года здесь организованы. На текущий момент есть несколько рассуждений, так скажем, какой должен быть этот сквер. Есть пожелания жителей, есть некое видение архитекторов. А специально для собачников городские власти пришли к единому мнению о возведении площадок для выгула. К слову, необходимые территории для четвероногих друзей уже появляются в Ульяновске. Этим летом уже началось строительство в парке Прибрежный. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.